Я думаю, что основная задача нашего курса в том, чтобы в итоге у вас осталось как можно меньше вопросов и загадок. Благодаря тому, что мы с вами погрузимся в контекст изобразительной культуры через работу с великими мастерами различных направлений и эпох в изобразителем искусстве, вы получите не только практические навыки в рисовании или в живописи, но и важнейшее теоретическое знание, которое поможет вам чувствовать себя уверенно и свободно в любой технике, в которой вы будете продолжать развиваться. И очень важно для меня, чтобы вы по-новому взглянули на такие направления в искусстве, как супрематизм и минимализм. Я верю, что это очень обогатит ваше видение и вашу творческую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, всем привет! Очень надеюсь, что меня видно и слышно. Мы еще раз приносим свои извинения за то, что наш сервер перегружен, и вам пришлось там помучиться и подождать. Просим прощения за это. Мы очень рады, что вы с нами, что вы нашли в субботу время, и надеемся оправдать ваши ожидания. Итак, большая к вам просьба, пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если меня видно и слышно. И было бы здорово познакомиться. Если я кого-то не знаю, пожалуйста, укажите, из какого вы города. Итак, это проект ArtLever. Это мой первый вебинар в рамках этого проекта. О проекте я самому расскажу после. Сейчас не хочу вас этим нагружать. Но сегодня будет несколько сюрпризов. Я правда очень рада, что после черной пятницы мы встречаемся с вами в нашу светлую субботу не для шоппинга, а для творчества. И в конце вебинара я задам вам два важных вопроса. Вот зачем. Если вы здесь, значит вы зарегистрированный пользователь, и вы получили от нас комплимент 500 бонусных рублей на ваш счет. И по итогам вебинара я задам два вопроса. И первый, кто ответит правильно, тому мы увеличим этот счет в пять раз. И вы сможете оплатить ими, этими бонусными рублями, любые курсы ArtClever. Все, хватит о цифрах. Переходим к художественному мастерству. Как вы знаете, сегодня мы будем работать в основном в графике. Я, конечно, знаю, что цвет очень привлекательный. И он смотрится очень круто. Но на самом деле максимальный навык дает прежде всего графика. И надеюсь, что вам несложно было приобрести все материалы. Они у вас есть. Вы пока можете прикрепить листы. Я буду работать на мольберте, но для вас это совершенно не обязательно. Если есть мольберт, супер, присоединяйтесь ко мне. Если нет, вы можете наклеить лист на планшет, либо на что-либо гладкое, твердое. И держать под наклоном, опираясь на стол. Просто вам необходим наклон для того, чтобы немножко видеть издалека свой лист и держать руку правильно. Итак, что я еще хотела вам рассказать. Наверное, вы уже знаете, что конкретно мы сегодня будем делать. У вас должно быть видно задание. Там есть файл, портрет Генриэта Гиршман. Пожалуйста, вы можете сохранить себе его, либо открыть в новом окне, либо просто смотреть на экран, потому что на экране вы тоже увидите этот портрет. Кстати, мы находимся сейчас в обалденном месте, которое мне очень помогает. Я погружена в какую-то атмосферу творчества. И это галерея Граунд, московская галерея Граунд, недалеко от нашего дома. Поэтому я себя невероятно комфортно чувствую. И мне кажется, что этот интерьер очень солидарен. И экспозиции, которые мы вокруг видим, наших знакомых художников, что это очень солидарно тому, что мы делаем. Итак, есть ли у нас какие-то новости, плюсики, что меня видно и слышно? Видно и слышно. Есть плюсики. Хорошо. Спасибо. Моя команда, наша команда здесь. Все очень переживают, все работают. Итак, прежде всего, я расскажу, что мой курс посвящен, мой курс в руке мастера, который я вынашивала уже очень давно. Он посвящен важнейшему приему техники копирования работ других мастеров для того, чтобы научиться их совершенным каким-то навыкам, их мастерству. И мой курс посвящен семи художникам, великим просто мастерам из разных стран. Они примерно современники друг друга, плюс-минус. Они все представители различных течений в искусстве. Они все, можно сказать, революционеры, неформалы, новаторы. И каждый оставил невероятное, огромное культурное наследие. Они жили в конце 19-го, начале 20-го века, немножко в разный период. И что интересно, для меня стало откровением, когда я готовилась, изучала о каждом, готовилась к этому курсу, что все они каким-то просто чудесным образом переплетены и в судьбы, и в творчество. Может быть, даже не зная этого, но, конечно, вряд ли это были случайности, но они очень повлияли друг на друга. И с этим будет связан, кстати, мой вопрос. Пожалуйста, будьте внимательны. Итак, я, конечно, их всех очень-очень люблю. И начнем мы сегодня с урока по Валентину Серова. Он находится в курсе первым, то есть его урок в курсе первой, но по сути он находится посередине между Ван Гогом, Матиссом и Мукой, с одной стороны. И с другой стороны, его чуть позже жили уже другие три художника. Это Маранди, Малевич и Ротко. Он такая, можно сказать, центральная фигура моего курса. И сегодня мы выполним портрет, который... Давайте я немножко расскажу фактов о нем, не как история искусства, просто чтобы вы немножко погрузились вообще в атмосферу. Такое короткое CV Серова. Он родился в Санкт-Петербурге, я буду немножко подглядывать, в 1865 году. И, кстати, мы же его представляем, то есть когда говорят Валентин Серов, мы представляем такого пожилого человека, классика. Но на самом деле он прожил всего 46 лет. И он, уже будучи очень юным, он стал уже известен и признан. И он был придворным художником, он был очень любим в высшем свете. И на самом деле можно подумать, что он такой баловень судьбы, хотя на самом деле он был просто трудяга настоящий, очень талантливый человек, конечно. Но именно трудяга. Он делал по 4-10 портретов или других работ в год. И, конечно, он прославился в основном как портретист, потому что он умел видеть суть и особенные черты своей натуры, и заострял их. Поэтому очень многие боялись заказывать у него портрет, они боялись его всевидящего ока. Но вот Генриэта Гиршман, супруга известного крупнейшего промышленника и коллекционера, в том числе он коллекционировал Серова, она не боялась его взгляда, и у неё было заказано 5 портретов авторства Серова. И этот портрет первый. Серов не был им доволен, поэтому если вы внимательно посмотрите на изображение, вы увидите такие швы реставрации, склейки, потому что автор порвал эту работу, потому что он не был до конца ею доволен. Но заказчик трепетно сохранил и отреставрировал всё, и поэтому мы имеем эту невероятную работу. В Москве в прошлом году прошла выставка Серова, и вы могли видеть его в оригинале. Размер метр на 70. И это картон, гуашь и уголь. Мы сегодня с вами будем работать углем. Итак, вы со мной? Есть активность? Всё отлично. Хорошо. Итак, Серова был ученик Репина с 9 лет. Он жил у мамонтовых, известных меценатов. Он дружил с множеством известнейших людей. Он был художником Александра, семьи Александра III, семьи Романовых Николая II. И он выполнил портреты Левитана, Коровина, своего лучшего друга Станиславского, множество известных деятелей культуры, поэтов, писателей и чиновников крупных. В общем, удивительное светское общество. И интересно, что он был коммерческий художник. Он часто выполнял на заказ как раз-таки с Коровиным какие-то иллюстрации. Он выигрывал конкурсы. И он писал, кстати, Александра III, его семью по фотографиям. То есть только появились фотографии, и Сироп, будучи настоящим коммерческим художником, выполнял множество заказов. Это для нас с вами, мне кажется, тоже пример и показатель того, что можно быть великим мастером, графиком и при этом вполне успешным, не предавая себя, не предавая свой собственный вкус, не прогибаясь под какие-то заказы. Он всегда следовал своему вкусу. И критики называют его, что он определил новое направление развития графического искусства в XX веке, и он стал предшественником авангарда, хотя сам он преемник старой европейской школы импрессионизма. Всё, на этом я заканчиваю наш искусствоведческий экскурс и начинаем наш мастер-класс. Начнём мы его, как и каждый урок в моём курсе, мы начнём с аналитической схемы. В курсе это всегда будут схемы по композиции, анализ композиционный, анализ тональный и анализ фактурный. В данном случае мы сделаем только композиционный анализ, чтобы вы просто смогли сориентироваться, что здесь происходит, почувствовали какие-то фрагменты композиции, какие-то основные принципы, и вам было уже несложно перенести всё это на крупные изображения. Надеюсь, вам сейчас будет видно экран с листом. Итак, всё хорошо, да, всё видно? Просто для себя сделайте такую маленькую схемку. Надеюсь, вам всё видно, да? Всё просто. Сейчас прям очень условно. Те, кто у меня учились, прекрасно знают, что я всегда говорю, первое, с чего должна начинаться любая работа, любая композиция, это общий контур. Это святое. Пожалуйста, я вас тоже очень прошу, если вы хотите научиться крепко рисовать, то должен появиться визуальный общий контур. И вы просто определяете для себя крайние точки. Да, друзья, я же вам не напомнила о том, что, пожалуйста, рисуйте со мной вместе, фотографируйте свои работы, прикрепляйте их в ленте. У вас была инструкция в письме. Надеюсь, что всё понятно. У нас такой необычный немножко формат нашей трансляции. Но, пожалуйста, мне будет очень интересно видеть ваши работы. Я обещаю отреагировать на каждую работу, обсудить её с вами, какую-то, может быть, дискуссию, и вообще услышать ваши отзывы, потому что для нас всех это очень волнительное событие, важное, и нам невероятно важно ваше мнение. И также в Инстаграм вы можете выкладывать свои работы под хэштегом ArtClever и ArtCleverEducation. Можете ещё моё имя поставить, я точно не пропущу это. Мы увидим, и всей командой это увидим, мы обязательно отреагируем. Спасибо. Итак, общий силуэт. Что важно понимать? Что вы просто указываете крайние точки. Крайние точки вашего изображения, для того, чтобы точно не вылезти в итоге за лист, чтобы с пропорцией не ошибиться. И смотрите, одна точка, очевидно, уходит за работу, локоть. Потом колено уже практически около листа, опорная точка, назовём её так. И опять-таки полы юбки тоже уходят, или платья тоже уходят за край листа. Вот, в принципе, всё, что нужно от общего контура. И когда мы его сделали, когда мы определили вот эти крайние точки, мы понимаем, что, обратите внимание, композиция идёт просто по диагонали. Причём это очень нестандартно, потому что визуальный центр любой работы находится справа. Визуальный центр, друзья, тоже мои ученики это знают, это та точка, куда мы непроизвольно смотрим на лист сразу. То есть вот просто мы туда смотрим. Поэтому все знают, что лучше занимать эту точку каким-то важным персонажем. И тогда акцент будет прямо, не знаю, в глаза этого человека, либо на дерево прекрасное, либо на что-либо, здание какое-то. В данном случае акцент как раз-таки не на визуальном центре, там тишина и пустота. А лицо, голова прекрасной Генриэта Гиршман находится слева. И диагональ очень динамичная. То есть на самом деле очень эмоциональная работа и абсолютно в стиле модерн. Этот силуэт, эти линии, они абсолютно отвечают стилю модерн. Хотя сам Серов говорил, что я вообще-то немного пейзажист, но его называли великим портретистом. А сама, кстати, Генриэта Гиршман оставила тоже огромный вклад со своим супругом. Они оставили огромный вклад вообще в наследие изобразительного искусства российского. И очень помогали художникам до конца своих дней. Поэтому она, конечно, достойна того, чтобы её помнить и копировать и так далее. Итак, после того, как мы сделали эту диагональ, просто немножко уточняем все направления. Плечо и локоть опоры находятся просто под прямой линией. То есть это просто прямая. Далее локоть по диагонали. Далее изгиб спины и бёдер. И вылитые юбки, подолы платья. Кисть руки, которая на груди и так далее. Голове, как бы лицу, в принципе, не уделяйте прям какое-то супер важное внимание на схеме. Просто можете обозначить, что здесь есть тёмное пятно, достаточно объёмное. Потому что по манере причесок, который тогда носили, очень крупная копна волос. Сразу пол лица в теневой части. Это тоже прям модерн-модерн. Прямо такие афиши балета Дягилева. Дальше тёмное пятно рядом с лицом, чтобы сакцентировать свет, вообще сакцентировать вот эту белизну блузы. Тень здесь. И просто чёрное пятно юбки платья, подол платья. По-хорошему можно было выполнять эту работу на крафте, но мне не хотелось вас как-то принуждать покупать бумагу крафт только ради этого. Можно сделать фон пастелью. У меня есть, допустим, вот такая пастель, такой оттенок. Надеюсь, вам видно. Либо лог вот такого оттенка. Если у вас есть под рукой, можете плавно затонировать фон. Это будет ещё более похоже на оригинал. Я присоединяюсь к большинству и делаю это просто на белой бумаге. С вами, в принципе, не настолько принципиально. Так, тишина в студии, пожалуйста. Итак, переходим на большой формат. Ничего не бойтесь. Сначала карандашом немножко прорисуем. Карандаш лучше мягкий, 2B, 4B. Не бойтесь. Позвольте себе свободу размаха вот этой эскизности мастера, потому что на самом деле его графика была невероятно эмоциональной и свободной, хотя сам в жизни был человек, говорят, угрюмый. Итак, общий контур. Далее основные композиционные точки и линии. У меня изображение на листе А3 занимает 24,5 см на 16,5 см. Это прям точная пропорция работы. Вы можете прям точно так же сейчас сделать для себя рамку 24,5 на 16,5 см. Тогда вы не ошибетесь с пропорцией листа. Она чуть-чуть, сама пропорция чуть длиннее, чем пропорция А3. Так они очень удобные. Итак, здесь до края листа остается достаточно много места. Делаем крайнюю точку. Далее вот эта прямая линия, наклон локтя, наклон спины, опорная точка и уходящая за лист платья. Обратите внимание, кстати, это прием достаточно частый, что если где-то в одной точке изображение вышло за лист, то в противоположной точке оно тоже должно выйти за лист. Такое есть негласное правило композиции. Иначе визуально бы все перетаскивало влево. А так вот эти два вылета за границы листа они уравновешивают вообще все впечатление. Сразу намекаю на невероятно интересную прическу дамы. Ей здесь, кстати, всего 19 лет. Бант. Так как форма сердечка, да, очень женственная на самом деле. Прямая линия шеи тоже. Обратите внимание, какой резкий перпендикуляр поза. Очень на самом деле нерасслабленная, неспокойная. Хотя кажется очень спокойной. Просто обводим пятно кисти руки. Пожалуйста, забудьте о том, что это лицо и руки, иначе вы будете переживать, что ничего не получится. Хотя, если вы, конечно, опытный художник, то вы не будете переживать. Тем не менее, постарайтесь это видеть как набор линий и тональных пятен. Всё. Так, общий контур блузы. Там как-то подогнута рука. Какие-то здесь такие жабо блузы. Всё это очень красиво. Итак, плечо, да, немножко так энергично выступает. Что-то здесь есть от античности, на самом деле. В этих формах. Такие полубожественные такие черты есть, когда таких богинь изображали. И здесь эти черты проявляются. То есть сразу видно отношение художника. Кстати, посмотрите, пожалуйста, я карандаш держу профессионально, но мне удобно так, потому что я работаю почти на вертикали. Вы можете держать обычно, как вам удобно. Можете взять, как я. Те, кто у меня учились, знают, как нужно держать. Если вы никогда не пробовали, попробуйте взять это именно так, опираясь на мягкое место, зажимая большим пальцем и указательным, как бы вы указываете, и карандаш является продолжением вашего указательного пальца. Если вам будет это удобно с первого раза, супер, но обычно требует какого-то времени, чтобы профессиональное положение руки стало вам удобным. Так, всё, я отступаю по дороге, но мне столько хочется просто вам рассказать, меня распирает, не знаю, это какой-то накопившись интересной информации, но, конечно, очень много я вам расскажу в рамках курса уже. Чуть уточняем все вот эти формы и прямыми отрезками. Не делайте вот эти круголя, здесь вообще круголя никаких нет, всё прямые отрезки сплошные. Итак, кисть руки, такая как раз-таки единственная расслабленная кисть руки, отпускаем её, чуть-чуть я увеличиваю вот эту пропорцию бёдер и объём юбки. Чуть-чуть я увеличиваю голову за счёт пышности прически. Всё это углём потом всё равно всё перекроется, поэтому калякайте сколько угодно. Здесь идёт линия какого-то там фона, дивана или чего-то там. Абсолютно эскизно, абсолютно автор не уделяет особого какого-то внимания. И что-то впереди, тоже что-то мягкое и приятное, это просто очень условно всё какие-то каля-маля. А больше не надо, потому что главный здесь герой абсолютно не мебель и не антураж. Даже хочется пририсовать эти швы, но не будем, конечно, этого делать. Ну что, и в принципе, вот сейчас можно уточнить лицо, для того чтобы просто потом углём, это сложно сделать, поэтому лицо делаем сейчас. Работаем быстро, хотя я стараюсь медленнее, чтобы вы успевали со мной, но в целом такой набросок, знаете, должен занимать, не знаю, минут 15, где-то так. В рамках курса мы этому учимся, и вы точно к этому привыкнете. Курс включает в себя, кстати, и графику, и живопись, и иллюстраторскую технику на примере Альфонса Муха. Поэтому не только графика, конечно, у нас будет. Пытаемся поймать вот эту мимику, мимику взгляда, такого чуть-чуть из-под логи. Потом ещё углём всё это уточним. Если вам нужно стереть, я рекомендую пользоваться клячкой. Вот она клячка. У вас должен быть в приложении файл. Если сейчас его нет, то в конце вебинаровой обязательно вы увидите. Там, где на английском языке названы все графические материалы. Для тех, кто с нами сейчас здесь занимается, и кто будет учиться у меня, и вы не в России, я знаю, что у вас трудности с тем, чтобы найти материалы, аналоги тем, что я рекомендую на российском рынке. Поэтому, в общем, там название на английском, вы точно не ошибётесь, и найдёте клячку. Потому что, естественно, ни в одном магазине Германии понятия не имеют, что такое клячка. Поэтому, в общем, посмотрите, пожалуйста. В общем, как-то так. Чуть-чуть уточняем овал лица. Такая девушка по моде того времени с щёчками. Очень женственная. Немножко такая хищная, по своему взгляду. В общем, светская львица в хорошем смысле. Потому что она действительно была из светской семьи, и абсолютно невероятной тонкости интеллигентный человек. По крайней мере, так её описывают современники. Талантливая. Она тоже, кстати, занималась живописью, она была художником. Но оставила это в пользу дел мужа. Итак, переходим к углю. Берём вот такую палочку. Или чуть потоньше палочку. В принципе, они почти одинаковые. Почему... Вот я здесь уже пробовала на листе, да? Почему уголь в палочках? И почему вообще я всё время говорю натуральный уголь в палочках? Потому что он невероятно податливый. Вы можете делать им любое вообще пятно. То есть и чёткую линию, да? И вы можете растушевать и получить просто сразу мягкий тон. Невероятно удобно, очень быстро. Поэтому, друзья, пожалуйста, если у вас нет угля в палочках, берём угольный карандаш, который позволяет вам работать почти как карандашом обычным. То есть вы можете делать такие тонкие, да, чёткие линии. Вы можете делать какие-то штрихи. И тем не менее, вы можете их немножко растушевать. И получается такой очень хороший эффект. Поэтому, вот, не знаю, как вам удобно, да, так вы сейчас работаете. Всё ради результата. У меня есть волшебная коробочка, где вообще непонятно, какие марки угля, потому что они здесь уже, не знаю, в долголетие такое произошло с ними. Я не знаю вообще, откуда они у меня и что. Но чаще всего самый хороший уголь это всё-таки Faber-Castell и Krita-Color. Мне вот в последнее время ещё тоже нравится. Очень хороший уголь. Обязательно требуйте в магазине их попробовать. Если вот вы никогда не пробовали углю, обязательно требуйте, потому что на самом деле жёсткий, нет ничего хуже, чем жёсткий, царапающий бумагу, уголь. Никакого удовольствия. Хороший уголь это наслаждение, качество и так далее. Кстати, клячка ещё хороша тем, что она не полностью стирает линию, а она убирает тон, просто один тон, но не полностью стирает. Итак, по хорошему правилу графики мы начинаем со светлого, потом средний тон и в конце тёмный. В случае угля это ещё оправдано тем, что если вы начнёте с тёмного, скорее всего, вы рукой его потом размажете, потому что очень пачкается мягкий материал, и рискуете просто испачкать всю работу. Самый светлый тон мы в данном случае просто не трогаем, мы переходим к среднему тону и к каким-то ключевым линиям, потому что вообще тонального решения здесь просто минимум. Итак, явно вот здесь есть тональное пятно. Прямо кладём торцом уголь к листу, делаем вертикальные такие касания, чтобы это было похоже на то, как в оригинале. И просто растираем вот так вот пальцем. Сверху ещё коснёмся пару раз чуть сильнее, для того, чтобы имитировать мазки. Далее, то же самое делаем немножко справа вокруг фигуры, просто это было сделано для того, чтобы подсветить её, чтобы получить вот это свечение блузы, свечение кожи. В общем, очень-очень тонко, со вкусом, очень красиво. На самом деле, все художники, которые будут в рамках курса, ну и в принципе все профессиональные художники, какое бы образование ни получали, они проходят через технику копирования других мастеров. Это не зазорно, это не стыдно, просто это не должно быть единственное ваше образование, только копирование, но это невероятно эффективный метод. Именно поэтому я и сделала этот курс, потому что я знаю, какой эффект даёт техника копирования, насколько сильно вы растёте в своих навыках. Растираем немножко по контуру, сразу делаем вот эту теневую часть, где торс, да, вот прям, это просто теневая часть, мы на неё намекаем какой-то более-менее похожей формой, не надо прям вот, может быть, прям точь-в-точь. Далее, кисть руки тоже имеет средний тон. Вот покрываем всё, что более-менее среднего тона. Вторая кисть руки средний тон, растираем, чтобы было всё мягенько тогда. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, если, может быть, вы что-то там пропустили, или я что-то упустила, мне их покажут, и я отреагирую на ваш вопрос. В этом и прелесть того, что это онлайн-трансляция. Лицо покрываем аккуратненько, тоже таким средним тоном, прям половину лица. Тень от носа, тень по овалу лица, подбородок. Правда, очень античный принцип здесь применён. Черты лица абсолютно экономические. Достаточно условно. у нас есть угольный карандаш, чтобы всё потом уточнить. Итак, в принципе, а, давайте ещё добавим здесь средний тон вокруг подолы, юбки, да, просто сразу растирать его. И можем сразу сделать что-то в антураже. Вот какие-то здесь вертикальные, да, такие нервные касания, какие-то здесь. Что-то непонятное тут вокруг. Вот просто, даже если вы это не понимаете, просто вы сделаете такие линии. Нам тут важно просто следовать за рукой мастера, проходить через эту руку. Сразу уточняем вот эту линию. Там что-то там два-три касания, да, было сделано. Так как это было метр на 70, размах руки был прямо вот от локтя. Мы с вами, конечно, тут в миниатюре работаем. Потом, если у вас будет время и желание, сделайте это на большом формате и прямо размахнитесь. Это будет очень, конечно, эффектно. Так, что-то здесь вокруг руки тоже есть средний тон какой-то. Ну вот, кажется, и всё со средним тоном. Переходим к тёмному тону. То есть, вы заметили, да, что уже немного появился такой объём. Теперь тёмный тон это прическа, вот этот бант. Я сразу его сделаю контуром, чтобы уже не потерять его. этот портрет и эта дама вообще просто как образ того времени. Портрет был сделан в 1906, по-моему, году или в 1904. То есть, такой рубеж веков, самый расцвет просто Российской империи был до этого на рубеже. Потом были кровавые события, которые вы прекрасно знаете. Поэтому вот буквально пойманное мгновение процветания, я бы так сказала, процветания культуры, активны были театры, строилась частная архитектура, прекрасная частная архитектура. было множество меценатов и так далее. Здесь стараемся указать уже на объём прически, потому что где-то там всё-таки есть чуть посветлее место, поэтому прям так можно пройтись пальцем, потому что у меня на пальце уже уголь, и этого достаточно, чтобы сделать тон. Если вам неприятно, может быть, руками, я не знаю, для меня уголь это не грязь, но если что, вы можете салфеткой то же самое делать, либо специальным инструментом для растушёвки, который есть в магазинах или в наборе графических. Всегда есть такие бумажные палочки для растушёвки. Так, сделали часть с прической, теперь мы просто уточняем все линии силуэта. Я это начну углём и продолжу потом угольным карандашом какие-то прям ювелирные моменты. В принципе, углём, тоненькой палочкой можно сделать почти всё. Так как блуза у нас подсвечена ярким светом, пожалуйста, в силуэте не давите сильно, чтобы не сделать её графически тяжёлой. У графики есть такое понятие, как вес. И вот иногда можно просто перетяжелить, перегрузить графику. Вот не перегрузите. Ловим вот этот силуэт в кисти руки, потом мы её завершим. Что-то тут там опора какая-то есть. Есть вопрос. Можно помедленнее, там, рисование, нужно время догнать. Светлана. Светлана, хорошо, постараюсь помедленнее. Вы можете публиковать уже какие-то ваши промежуточные фрагменты, для того, чтобы мне тоже сориентироваться, как у вас идут дела, и может быть, у вас какие-то есть вопросы по процессу. Надеюсь, вам интересно, в принципе. Мне кажется, что если учиться у кого-то, то у великих. И копировать не какие-то там, не знаю, сомнительные фотографии или картинки, а копировать просто само совершенство времени и, конечно, великое мастерство. Потому что Серов, он задал не только какое-то новое направление в графике, но он просто задал очень высокую планку для последующих художников, планку в мастерстве. и не зря на его выставку просто были паломничества целые, люди там в очередях часами стояли, потому что, знаете, ну не просто это так, а потому что просто все уже соскучились по эстетике, по красоте, по высокому качеству, ну и, конечно, по царскому периоду, там есть сейчас такая ностальгия, поэтому меня это тоже не обошло, конечно, мне тоже это очень интересно все. Одно время Серов работал с Бакстом, уже там свои зрелые годы, и они делали как раз-таки серию декораций и скетчи для костюмов, спектакля, оперы, точнее, ЮДИФ, которые ставил отец Серова как композитора. Я сейчас просто закрашиваю плотным темным тоном подол платья. Смотрите, с углем можно так, если он покрошился, он мягкий, просто сдуйте это, и все, ни в коем случае ни кисточкой, ни руками не растирайте. Сдули, все. Поехали дальше. Я безумно люблю вот это все закалякивание. Вообще калякать это мое. Клячка, уголь тоже может стирать, до какой-то степени. Понятно, что не до конца. Но если где-то промахнулись до линии, спокойно, без паники, стерли клячкой и поехали дальше. Конечно, те, кто меня знают, знают, что уголь это моя слабость, что я считаю, что углем можно делать все, что на свете. Крайне выразительный материал, помогает раскрепоститься, освободиться, точно перестать бояться белого листа и все такое. Но, кстати, сам Серов утверждал, что художник обязан владеть любой техникой и использовать технику в зависимости от того, какая натура у него сейчас, то есть, какой характер у этой натуры, именно тогда он ориентировался, какую технику он будет писать. Например, Николай II, его коронацию, он делал акварелью, потому что он посчитал, что эта техника более отвечает обстановке. Очень часто он писал маслом, безусловно. Очень любил он уголь, гуашь, не брезговал абсолютно профессиональный художник гуашью. У нас она считается такой ученической краской, на самом деле забудьте это вообще абсолютно, гуашь это просто краска, ее используют, потому что она недорогая. И в нашем курсе в основном мы будем рисовать если краской, то это будет гуашь. И она может делать все, что угодно, она может иментировать масло, акрил, акварель, поэтому, пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы вы настроились, что гуашь это доступная, но отличная краска. мне очень интересно, что у вас там происходит. Я как будто сама с собой разговариваю сейчас. вчера я делала скетч, немножко так размялась на скетчбуке к этой работе, и моя доченька, которой два года, выхватила у меня карандаш и полностью закрасила изображение. Получилось очень концептуально. Я потом вам покажу. Поэтому, если сейчас с вами есть ваши младшие члены семьи, или там мужья, или жены, бабушки, дедушки, то на самом деле это очень классное времяпрепровождение. И многие мои ученики в рамках предыдущих курсов, где Ила, занимались не одни. И это было всегда очень интересно. Итак, просто продолжаем все уточнять. Как говорят, знаете, преподаватели такие, тетя Серов преподавал, но не любил это дело. А вот такие преподаватели, которые такие академические преподаватели, они говорят, уточняйте, уточняйте, пожалуйста. Вот уточняйте, пожалуйста. Все успевают, друзья. Реагируйте, пожалуйста. Я опять кладу уголь торцом. Вот мне достаточно даже такой малюшки, для того, чтобы сделать то, что мне нужно. На самом деле очень удобно, потому что ощущение, что я пальцами рисую. И это правда очень натурально, как-то естественно и органично просто. Уголь в принципе это древний такой материал. И это именно тот уголь, то есть можно прямо с костра достать уголечек, поточить его и работать. И одна моя ученица прекрасная так и делала, как-то. Она была на отдыхе в горах, был камин, костер, она достала уголечек и сделала классный скетч. Мне он очень понравился потом. Виктория, привет! Все успевают, друзья, поговорить со мной. Отлично! Мне всегда очень интересно, когда вебинаре участвуют и вообще в курсах тоже представители других стран. Я уже научилась по фотографии художественных материалов определять, из какой страны человек. И это правда очень интересно. Это обогащает и мой опыт тоже. Ну что, мы практически закончили. мне очень интересно, что происходит у вас. Но я перейду сейчас на угольный карандаш для того, чтобы просто сделать какие-то уточнения. О, я вижу работу Эльмира. Очень здорово, в принципе, пропорционально, кстати, очень точно. И отличная схема изначально, а на листе, который, то есть, на пропорциях крупнее, вот уже намного точнее, и очень выразительно по объему стало. Просто отлично. Все, вы со мной успеваете, я смотрю, все отлично. спасибо. Чуть-чуть я затемню вот это пятно, чтобы еще больше подсветить блузу. Свет всегда видно на фоне тьмы. Тоже мои ученики знают эту фразу. свет всегда видно на фоне тьмы. Если вы хотите сделать светящийся какой-то объект, элемент, фрагмент, вокруг должно быть относительно темно. Это очень такое духовное, кстати, понятие. Я думаю, в жизни у людей тоже видно, хороших людей видно на фоне плохих, грубо говоря. Так. я беру угольный карандаш, потому что я так могу бесконечно что-то уточнять, но мне кажется, мы уже просто завершаем, поэтому хочется немного деталей. Угольный карандаш я возьму сейчас неправильным, непрофессиональным способом, потому что очень мелкие детали. Знаете, сколько таких открыток можно сделать, можно включить сюда цвет, можно сделать какое-то свое прочтение и так далее, только держите себя в руках, конечно, когда делаете свое прочтение. Так, я вижу еще работы Елены, потрясающий у вас уголь, очень хорошего качества, потому что очень свободно, разнообразно, мягкие линии. По-моему, очень круто, и опять-таки какой-то у вас прям даже более похож чем у меня получилось. Так, отлично, спасибо. Знаете, как я странно себя чувствую, когда я вижу работы своих учеников, которые мне нравятся больше, чем мои работы. Но это для меня радость, правда, как для преподавателя. Все, уточняем лицо, оно не должно быть страшным, но оно должно быть похожим на это лицо. Даже если вам оно не нравится, если мы делаем копию, то мы делаем похоже на это лицо. В процессе курса мы будем делать несколько портретов, и там вы узнаете много подробностей о том, что происходит с тоном в лице, что нужно делать, что не нужно делать, потому потому я часто вижу у начинающих особенно конечно ошибки связанные с тональной проработкой лица и вот эта тональная проработка в итоге это и портит работу. Я вам расскажу несколько секретов как можно сделать лицо именно человеческим, кукольным, не манекеновым, а человеческим. надеюсь вам хорошо видно. Евгения, отличная работа, может быть чуть-чуть пошире нужно было сделать лицо, я знаю, что мы женщинам не хотим увеличивать лицо обычным, но в данном случае сама натура имеет широкие сколы, широкую челюстную часть, поэтому можно было чуток, но в принципе пропорционально всё отлично, и очень какая-то живая графика очень приятная, спасибо. Есть такой момент, что обычно мы не хотим женщин делать полными или морщины какие-то указывать, художник конечно должен быть объективен в этом плане, вот Серов кстати в этом плане был максимально объективен, поэтому не все дамы любили его портреты он очень часто писал свою жену и она у него конечно всегда получалось просто какой-то ангелоподобной возможно она такой была клячку можно от нее оторвать такой кусочек прям не жалейте рвите и этим кусочком спасать какие-то детали может быть которые у вас закрасились вот смотрите я просто могу что-то поправить потому что я конечно переживаю руки на руках это все отражается и поэтому может быть что-то не точно ну вот клячка нас спасает вот сейчас мне больше нравится брови у нее были как сейчас модно мы возвращаемся в моду 20-х годов вообще в принципе я думаю вы обратили внимание правда что мы возвращаемся в моду 20-х 30-х и по одежде сейчас самый тренд и мейкап и вообще все это уже конечно было поэтому обратите внимание выставка бакста да все это абсолютный тренд сейчас у нее у натуры здесь есть такая легкая ироничная полуулыбка в улыбке вот сразу вам расскажу в курсе это подробно расскажу в улыбке очень важны уголки рта если вы делаете рот без уголков рта это будет рот куклы или манекена уголки рта всегда дают мимику всегда дают ощущение живого лица плоти плоти я сама конечно честно я себя считаю портретистом не знаю как остальные и я очень люблю это поэтому для меня копировать портреты это сплошное удовольствие надеюсь для вас тоже чуть уточняю тональную как раз таки проработку на лице надеюсь у вас есть угольный карандаш если вы попробуете сделать линером не получится потому что линер и уголь вообще не дружат они не не хорошо сочетаются в плане техники поэтому если вы взялись за карандаши продолжайте с карандашами и просто все уточняем уточняем вы можете себе представить что за 46 лет жизни человек сделал такое количество работ еще успел быть и театральным художником и сделать несколько росписей по заказу там росписи церквей в церквях как раз вместе со своим другом коровиным и выставлялся за границей и по-моему у него было четверо детей или даже пять могу ошибаться кстати интересно что сам он не любил педагогику не любил преподавать а его дети почти все пошли по как раз такие дороги преподавательской деятельности просто карандашом я прорабатываю какие-то детали элементы немножко уточню сейчас нос потому что что-то я мне очень довольна вот эта тень подбородка делает лицо тоже сразу очень похожим если это делать похоже то лицо становится похожим вся левая часть лица в тени такой полутени постарайтесь штрихи делать либо вертикально либо под углом но ни в коем случае не горизонтально это я тоже постоянно ученики знают что я постоянно бью по рукам и онлайн тоже бью по рукам когда делать горизонтальные штрихи или знаете штрихи по периметру формы только их это сразу портит вашу графику держите себя в руках пожалуйста ну что все успевают это вообще как дела руки все-таки придется их проработать как бы нам этого не хотелось кстати значит допустим Франциска Гоя брал двойную цену за портрет с рукой если видна рука где-то и еще больше если видно две руки я его прекрасно понимаю это ужасно наказание какое-то я нашла у себя неточность плечо чуть выше должно быть поэтому у нас есть клячка и поправляем вы со мной люди человеки так ну вы-то здесь онлайн я думаю все успевают потому что я прям очень медленно все делаю следующий следующий портрет Генриэта Гершман второй вот он прям супер известный популярный там где она на фоне трюмо и там где в зеркале отражается сам художник но он безумно сложный конечно для формата вебинара он нам не подходит а вот эта графика просто идеальна в этом плане чуть-чуть прямо здесь я тоже чуть-чуть польстила натуре чуть-чуть и щечки все равно нужно увеличить вот если у вас когда-то просили портрет сделать или заказывали портрет чаще всего вы наверное слышали ну ты сделай там как-нибудь мне глаза побольше ресницы губы не ведитесь на эти просьбы иначе получается просто другой человек и потом человек говорит ой ну да наверное похоже чуть-чуть затемняем вокруг чтобы подсветить блузу сайт у нас работает все хорошо все будет хорошо так чуть-чуть уточняем кисть которая на груди потому что там есть четкие контуры вот вы как видите линию если она сильная надавите сделайте ее сильной просто постарайтесь ловить эти линии не надо пытаться построить руку в плане анатомически не выйдет просто сейчас это не выйдет руки нужно тренироваться с натуры делать их очень крупно с разбором всех там суставов и так далее поэтому сейчас мы просто делаем наброс клинии ретестиров на эту работу потратил тоже не более получаса и потом то что вы видите с оттенком это он делал уже гуашью кольцо крупное кольцо обручальное которое конечно же должно было появиться на портрете любой замужней дамы такой был хороший тон портретов того времени такой вокруг нее некий прям ореол даже я уточняю еще раз по форме юбку да вот платье юбку или платье и вот здесь все-таки силуэт опорной точки так у Марии уже готовая работа прекрасная просто можно чуть-чуть уточнить кисти со мной уже карандашом и может быть чуть-чуть намекнуть подробнее на фон да на антураж на чем сидит фигура просто линиями угля да именно углем но вот кисти чуть-чуть не хватает а в целом тонально просто шикарные касание очень смелые свободные вообще реально очень смелые касание меня очень радуется и вообще приятно меня прям поражена ну что у меня есть ощущение что мы справились так чуть-чуть я тоже возвращаю потерянную линию потерянную линию чуть-чуть здесь должен быть тон потому что просто теневая как бы часть да какие-то здесь каля-маля выразительные обязательно сделайте какие-то линии уходят за грани листа это тоже важно на самом деле и фон все-таки не кристально-белый да обратите внимание что для того чтобы работа выглядела завершенной все-таки всегда нужно фон легкий-легкий тон делать воздушный чтобы именно знаете как нарисовать воздух это очень важно цвет хороший вопрос сейчас будем ли мы вводить цвет как я говорила в начале вебинара что мы могли рисовать на цветной бумаге например либо на крафт бумаге но мне не хотелось вас обременять поиском такой достаточно редкой бумаги и качество может быть сомнительное я не могу быть уверена в рамках курса там достаточно четкие требования что у вас должно быть для того чтобы был точный результат сейчас я вместе с вами выполняю черно-белый вариант вы также можете ввести вот у меня с собой тоже есть ввести вот такой оттенок просто пастель допустим взять в рассылке по-моему вам это писали что можно взять пастель и сделать просто оттенок фона вот я даже вам сейчас его покажу давайте здесь а блузу оставить допустим белую но пастель должна быть очень мягкой она должна растушевываться и так далее вы можете это уже после завершения вебинара просто завершить свою работу если у вас есть мелок такого оттенка а сегодня мы делаем чб-варианты здесь в принципе это графика она не имеет цвета если вы заметите это просто оттенок бумаги самой это картон картон уголь и гуашь ну что я считаю что мы в принципе завершили работу немножко я дам оттенок на лицо для того чтобы показать что лицо все-таки имеет оттенок по отношению к блузе ооо вау у Елены фантастическая работа очень похожа на серого вот честно вам скажу просто супер правую кисть вот которая от локтя чуть-чуть крупнее потому что она еще на первом плане она крупнее в остальном просто супер спасибо отличный результат первый план да есть такое правило это тоже в рамках курса я подробно рассказываю что первый план всегда чуть-чуть крупнее все друзья мы завершили нашу работу я по результатам некоторых увидел что вы прекрасно справляетесь вы также можете публиковать еще раз напомню в инстаграме под хэштегом art clever art clever education и под моим именем Мария Покровская и я обязательно посмотрю отреагирую вы можете добавлять в чат и далее и также я должна вам сейчас напомнить про то что для участников вебинара до начала моего курса до 9 декабря действует спецпредложение специальная цена на курс и я надеюсь что вам это понравится и буду правда очень рада вас видеть на своем курсе потому что на самом деле он отличного качества и я уверена в том что вам это понравится вот правда это может быть звучит нескромно но я уверена что вам это понравится вот буду рада с вами поработать если у вас еще есть какие-либо вопросы всегда свободно обращайтесь пишите нам да я сейчас еще посмотрю обязательно результаты а пока я задам вам два вопроса о которых я упоминала в начале и тому кто первый ответит правильно мы в пять раз увеличим бонусный счет и вы можете воспользоваться для оплаты любого курса арт леви итак первый вопрос кого копировал сам Валентин Серов в зале знает правильный ответ и второй вопрос на какой работе Валентина Серова вы можете встретить другую работу не менее известного художника жду ваших ответов может быть модератор наверное вам продублирует эти вопросы сейчас и вы их сможете увидеть а я пока расскажу что немного о нашем проекте что мы к этому долго шли у нас международная команда и каждый вкладывает максимум своих профессиональных возможностей в первую очередь этот проект это не онлайн школа это онлайн платформа на которой вы сможете увидеть курсы произведенные непосредственно команды арт клейвер а также курсы наших партнеров мы надеемся что в будущем их будет много что это будут международные школы институты и также у нас конечно большие амбиции и планы по развитию этого проекта по возможным программам этого проекта и образование на платформе вы сможете встретить не только по темам изобразительного искусства но также архитектура цифровые технологии иллюстрация мода в будущем арт-терапия конечно же и много другое пожалуйста следите за новостями мы надеемся вас всегда приятно радовать в ближайшее время у нас пройдет стартует курс по арт-терапии вообще уникальный курс просто которому нет аналогов следующий у нас стартует курс на тему образов иллюстрации и мы подробнее вам расскажем об этом позже но что-то вы уже можете увидеть на нашем сайте и далее у нас стартует курс по основам кинопроизводства также уникальный курс который будет вести Дэниел Аккерман и это фантастический профессионал действительно очень высокого уровня и для нас этот курс просто бриллиант как я считаю так же так же в марте стартует подготовительный курс Московской архитектурной школы Марш и этот курс также уникален это первый онлайн курс школы пожалуйста если вы интересуетесь архитектурой обратите на него внимание потому что этот курс очень емкий там будет 6 преподавателей все они преподаватели Московской архитектурной школы и просто так же следите за новостями мы будем рады вас видеть на всех наших курсах сейчас мне показывают вновь результаты Лемиры который очень-очень мне нравится особенно мне нравится как вы деликатно делаете штрихи по вертикали вот все как я говорила это дает в итоге высокие результаты ощущение того что вы точно не новичок хотя я не знаю может быть но нет ощущения что вы новичок на самом деле да спасибо большое может быть стоит немножко тона добавить кожи лица чтобы сделать разницу между блузой и лицом именно по тоном просто супер спасибо ну что друзья друзья мне передают что к сожалению из-за огромного количества участников наш сервер оказался настолько перегружен что у нас сайт заработает только через 2-3 часа к сожалению но пожалуйста следите там за новостями там же вам будет доступно спецпредложение все оплаты работают все нормально оплаты кстати доступны пока только на территории только в рублях но через некоторое время вы сможете оплатить любой удобной вам валюте уже по-моему с четверга также трансляции вебинара запись будет доступна через несколько дней буквально вам обязательно придет уведомление об этом и если вы не смогли присутствовать или если какие-то ваши друзья или родственники хотели посмотреть у вас будет такая возможность мне будет приятно и я обещаю реагировать на ваши работы спасибо большое мне было очень приятно с вами работать и я действительно сегодня очень счастлива спасибо каждому кто присутствовал несмотря на какие-то технические сложности я очень благодарна за ваше внимание за вашу поддержку и с нетерпением жду чтобы посмотреть и оценить все ваши работы и надеюсь увидеть вас на своем курсе который стартует 9 декабря он продлится полтора месяца спасибо до встречи пока до встречи онлайн